Здравствуйте! Аудит канала Книжный Петербург. Начнем с разбора шапки и значок. Значок у вас взят в логотип. Это правильно, это хорошо. Логотип у вас сделан качественно. Он читаемый, запоминаемый. Поэтому здесь у вас все в порядке. Сама шапка оформления выдержана в цветовой гамме вашего аватара. Это тоже хорошо. Центральная часть сделана читабельно, грамотно, композиционно выверена. Но вот правая и левая части, они смотрятся пустыми квадратами. Потому что композиционно нет никакой поддержки. Ну и просто даже чисто графически они не сочетаются ни с текстом, ни с изображением вашего логотипа. То есть они сами по себе квадраты. С другой стороны, поскольку шапка это прежде всего баннер вашего канала, который продвинутые каналы используют как рекламную площадку бесплатную, то здесь можно было бы анонсировать ваши ролики, которые будут выходить у вас в будущем. То есть, так как это делают продвинутые каналы, они сделают себе здесь рекламу о новых роликах. Вы пока это не используете. И вот эти ваши пустые места тогда желательно как-то организовать, чтобы это был дизайн, а не просто пустые голубые квадраты. Следующее. Трейлер для новых зрителей. Ну вы видите, у вас его просто нет. Что такое трейлер для новых зрителей? Когда зритель заходит на канал, то открывается... Вот заходим на канал и включается... Добрый день, меня зовут Николай Стерельников. И сегодня у нас рецепт напитка бамбу-кофе. Холодный бамбу-кофе. То есть, видите, человек представился и рассказывает, о чем будет его ролик. То есть, когда человек попал на канал, он понимает, что, о, это канал про кофе. Он видит на шапке, что это кофе. Название Русин Бориста, да? Правда, на английском языке, но тем не менее. Но смысл заключается в том, что человек получил приветствие. С ним поздоровались. И он уже понимает, что интересна ему эта тема или нет. И он тогда принимает решение подписаться или идти дальше искать следующий канал. У вас же, поскольку нет этого трейлера для новых зрителей, то у вас ничего и не запускается. И никакого приветствия и нет. И вы не представляете, что за канал Книжный Петербург. Ну, понятно по названию, что, наверное, что та книга. Но, поскольку главная страница у вас не оформлена, нету трейлера, ни для новых зрителей, похоже, для подписчиков нет. Сейчас мы проверим сразу трейлер для подписчиков. Вот, подпишемся и зайдем на наш канал уже как подписчики. Трейлер для подписчиков у вас есть. Он настроен. Здесь вы должны ставить не месячный назад ролик, а рекламировать тот ролик, который у вас вышел последним. Вот. Если у вас последним вышел ролик Олег Рой, то вот здесь и должен стоять этот ролик. Потому что подписчики, им не интересно смотреть каждый раз одно и то же видео. А они подписываются на канал для того, чтобы смотреть новое видео, которое выходит на ваш канал, чтобы не пропустить его. А поскольку у вас здесь стоит месячной давности видео, то подписчики понимают, что они вам не интересны, что вы о них не думаете, вы о них не заботитесь. Точно так же это расценивает и Ютуб. Поэтому будьте внимательны к своим подписчикам. Ставьте в трейлер для подписчиков всегда новое видео, когда вы его загружаете на канал. Не ленитесь это делать. И ваши подписчики, соответственно, будут за это вам благодарны. Будут смотреть ваши новые ролики. А когда они будут заходить на Ютуб канал, вот сюда, то у них будет на главной странице, вот здесь, вот, будут, вот, и два дня назад, шесть дней назад, те, на которые вы подписаны ролики будут выходить. Разделы на главной странице. У вас абсолютно не наформлены. У вас здесь находятся все видео. Что такое главная страница? Главная страница это навигация по вашему каналу. Здесь вы распределяете свои плейлисты. Давайте посмотрим. Плейлистов у вас достаточно. Но, почему-то, они у вас здесь вот скрыты, а не на главной странице. На главной странице должно быть не менее шести плейлистов. Что такое плейлисты? Это тематика ваша. Это как страница в книге, которая называется содержание. То есть, вот, содержание вашего канала, оно должно быть на главной странице. То есть, все ваши вот эти плейлисты должны быть здесь распределены. У плейлистов должно быть описание. И, таким образом, заходя на главную страницу, ваш зритель сможет легко переходить из одного раздела в другой и смотреть интересные для него разделы. Таким образом, вы поможете зрителю переходить из одного раздела в другой, прямо с главной страницы. То есть, это тоже удобство для зрителя. И зритель сейчас он же тоже развивается. Не просто он зашел и видит, ага, вот на этом канале ничего не настроено, ничего не понятно, что же там есть. Где-то надо искать, надо идти, смотреть плейлисты, какие там темы, все. И если бы это все было на главной странице, то YouTube бы воспринимал ваш канал как настроенный. А сейчас он смотрит на что? Это американская платформа. Там любят все, что было по полочкам. И если, когда вы регистрировали канал, и вы там подписывались, что вы обязуетесь настроить свой канал, и вы этого не сделали, то платформа YouTube понимает, что вам наплевать на свой канал, что вы не очень-то хотите его развивать. И поэтому, собственно, так же и относятся к вам. Раз вы не выполняете свои обязательства, то, извините, то и YouTube не шибко-то будет обращать внимание на ваш канал для его продвижения, поскольку он не настроен. Давайте посмотрим по видео, пройдем. Значит, по видео. Значки у вас сделаны, но они у вас не имеют бренда. То есть, если у вас оформление канала в таком нежном, на бирюзовом, там, каком-то зелено-голубом цвете, да, оформление у вас белое-светлое, то сами значки уже фиолетово-розовые, какие-то синие, непонятно, абсолютно из другой оперы. То есть, нет единого стиля оформления. Это раз. Второе. Тексты на значках очень мелкие, никто их читать не будет. Особенно вот здесь, где черные поля, там непонятно, зачем это делается. Что, может, для Инстаграма-то делалось, квадратный значок обрезался. Здесь тоже вот обрезан текст. То есть, непродуманные, непроработанные значки абсолютно. Много текста мелкого, которого никто читать не будет, который на поиске не будет читаться. Алина Гест, ну, тут еще читаются авторы. Но можно было бы сделать и покрупнее текста, а вот это все убрать. Поэтому подумайте над дизайном, подумайте над значками, потому что значок – это самое главное. То есть, портреты, да, хорошо. Ну, тяжеловато синий фон, с черным – это все-таки больше похоже на памятник, наверное, на какой-то. Сделайте такой же нежный какой-то фон, контрастный. Так-то буквы контрастные, но тексты мелковатые. Мелковатые, поэтому сделайте их более читабельными, привлекательными, вкусными. Возьмите цвет вкусный. Потому что психология цвета – это очень важно для восприятия. Если вы не будете об этом думать, то это все влияет на первое впечатление, когда на поиске выйдет среди миллиона каких-то значков. Вот такой значок, он промелькнет. Давайте наберем для интереса Зощенко. Выйдет или нет. Ну, вот, видите. Выходит на первую сторону, там, где 227 тысяч просмотров. 55 тысяч просмотров. 42 тысячи 23. То есть, вы не попадаете сюда. То есть, YouTube показывает популярные ролики, те, которые набирают несколько тысяч просмотров. Только потом, где-нибудь, когда-нибудь, там, на какой-нибудь тысячной странице появитесь вы. А до этого нету по запросу Зощенко. Вот. Поэтому посмотрите, поработайте над значками. Здесь надо быть пробовать. То есть, ну, вот даже вот эти, то гораздо приятнее значки, чем тут у вас синий цвет. То есть, ну, здесь у вас и более читабельные тексты. То есть, почему вы отказались. Вот, очень хороший книжный мир. Это уже более брендировано к вашему. Только здесь не хватает места вот этих вот книжек. Лучше бы, конечно, портреты были бы. Подумать, как это сделать. И убрать вот это все мелко, не лишнее. То есть, что такое дизайн? Дизайн, это когда все грамотно и сбалансировано. Поэтому мелкие вот эти штучки, конечно, лучше их не использовать в значке. У вас он уже здесь есть, этот значок. Вот он. Поэтому смысл его туда пихать не нужно. Больше пространства для текста ставьте. И портрета, или графического какого-то элемента. Вот. Вот хороший значок. Но синий цвет, вот он такой тяжелый. Он давящий. То есть, он невкусный. Поэтому подумайте на том. Но вот эти вот значки у вас гораздо лучше, чем то, что сейчас. Пестрая, все это мелкое, много мелкого текста, который никто никогда не будет читать, который не бросается в глаза. Вот. Вот это вообще, я не знаю, черное что-то специально, может быть так. Но никто не будет это искать и откликаться. Может, как в качестве эксперимента вы использовали. Но это не сработало, видите, у вас 86 просмотров. И тут посмотрел, ничего нет на значке. Ну и что его показывать, раз черное пятно. Если бы он назывался «Черный квадрат» у вас ролик, тогда да, тогда было бы понятно. А так, пока что это все непонятные. Либо это эксперименты, либо это просто что-то. Ну, в общем, нужен стиль, нужна работа над значками. Не обязательно значки должны быть все прям вот по одному шаблону. На одном плейлисте могут быть один шаблон, на другом другая цветовая гамма. Но стиль должен быть единый. И стиль должен как-то, если у вас минималистический вот такой какой-то бело-голубой стиль, то, наверное, нужно его использовать на значках. Вот. Подумайте над этим, наймите дизайнера профессионального, или сами поищите, посмотрите, пробуйте. То есть, значки – это творческий процесс. Сегодня работает одна тема, завтра другая тема работает. То есть, это как мода. Сегодня носит длинные платья, завтра короткие юбки. Самая основная цель значка – это зацепить зрителя и быть узнаваемым. Вот по вашему вот этому значку точно не скажешь, что это Книжный Петербург канал. Вот. Потому что, ну, цветовая гамма, дизайн абсолютно. Если здесь у вас квадратный дизайн, да, какой-то, то здесь у вас круглый дизайн. То есть, ну, ничего нет, что могло бы связать общий стиль и общее оформление канала. Шерсты плохо читаемые, то есть, вообще не читаемые мелкие. Зачем они здесь нужны, непонятно. Регулярность выхода ваших роликов хорошая. То есть, несколько раз в неделю вы публикуете. Это хорошо. Два-три раза в неделю, четыре раза в неделю, то и больше. Это очень хорошо. Это важно, но не менее важная стратегия тематики роликов. Ютуб всегда показывает сначала только каналы, на которых больше миллиона подписчиков. И только потом все остальные. Если ролик за первый час после публикации не набрал более 10 тысяч просмотров, то он перестает быть интересным Ютубу, и он его не будет показывать другим зрителям. Это вам очень важно понимать. Поэтому продвижение вашего канала будет зависеть только от вас. Тема, она сама по себе не очень популярна на Ютубе. То есть, книги, чтения. Это такая специфическая аудитория. Ваш канал рассчитан на ту аудиторию, которая больше сидит, наверное, в библиотеках, чем нежели сидит на Ютубе. И поэтому, чтобы быть популярным, нужно вам искать эту аудиторию самим. Ютуб не будет для вас ее искать. Это вы должны четко понимать. Поэтому, если вы не наберете 10 тысяч просмотров в первый час публикации, то все, Ютубу ваш ролик, ваш канал будет не интересен. Он его протестирует, покажет. Ага, никто не смотрит, никто не ищет. Запросов нету по таким... Ну и все. То есть, здесь очень важно понимать, кто ваша целевая аудитория и как, где ее искать. Поэтому Ютуб за вас этого делать точно не будет. Потому что Ютуб это все-таки не благотворительная организация, которая помогает хорошим каналам, умным каналам, полезным каналам. Нет, Ютуб это коммерческая организация, которая зарабатывает деньги на рекламе, в роликах популярных. И он ищет не интересные каналы, а он ищет те каналы, которые популярны у зрителей. И размещает там свою рекламу, и зарабатывает на этом деньги. Вот это вот стратегия Ютуба. И когда вы приходите и думаете, что вот сейчас я принесу интересный контент на Ютуб, и его будут смотреть. Нет. Ютуб не будет вас показывать. И Ютуб будет показывать там, где 5 миллионов, 10 миллионов, миллион подписчиков. Вот эти каналы он будет показывать. Потому что он понимает, что это зрители, которые смотрят, которым можно показать рекламу, которая сработает, которая будет нацелена на них. А у вас интеллектуальный канал, поэтому вы должны сами думать о продвижении своего контента. Значит, что вам нужно сделать, чтобы изменить отношение Ютуба к вам? Во-первых, вам нужно разработать контент-план на полгода. То есть, создайте контент-стратегию, тематический план, хотя бы на полгода. Запишите видео на 2-3 месяца вперед, загрузите их на канал, настройте выход по расписанию. Это даст вам возможность настройки грамотной рекламной кампании ваших новых роликов. И ведь ваш Ютуб-канал – это средство массовой информации, которое вы продвигаете на Ютубе. Сами у вас видео какие-то сделаны хорошо, какие-то не очень. То есть, где-то звук очень плохой. Это тоже сказывается все на зрителя, на Ютуб. Ютуб это видит, что у вас плохой звук, что у вас ничего не слышно. И поэтому качество ролика – это тоже немаловажный момент. Тем более, у вас очень длинные ролики. То есть, по часу в среднем. Это хорошо для долгосрочного. Потом они будут нарабатывать свое. И со временем они могут выстрелить. Поскольку у вас все-таки писатели, а это люди ни одного дня. Но, тем не менее, для того, чтобы ваши ролики выстреливали, вам нужна грамотная рекламная кампания. Которая даст возможность познакомить людей с вашим контентом. Без этого вам на Ютубе, по крайней мере, будет сложно вписаться в его алгоритмы. Это очень долго-долго. Вам придется ждать, когда же все-таки у вас будут набираться подписчики. И когда у вас будет заработать канал. Для того, чтобы появились подписчики, вам нужно искать конкурентов. У которых очень много просмотров. У которых очень много подписчиков. И подписаться на них, в первую очередь, конечно. И смотреть их ролики, которые публикуются в первый час. И оставлять комментарии. То есть, быть активным на Ютубе. Тогда Ютуб вас заметит. Он увидит, что вы там живете на Ютубе. И, соответственно, люди, вам интересны каналы. Что вы смотрите ролики, на которые подписаны сами. И, соответственно, люди, которые будут читать ваши комментарии. Они будут смотреть, что же это за такой канал Книжный Петербург. А ну-ка, я пойду посмотрю. О, там интересный контент. Надо подписаться. Вот так это работает. Если вы этого не делаете. То, соответственно, случайные люди, которые случайно наткнутся на ваш канал. Потому что Ютуб никак вас не продвигает. Мы видели, что если мы набираем какого-то писателя. То, поскольку у вас мало просмотров. Канал не активный. То, и, соответственно, вас никто и не показывает. Показывают другие каналы. Там, где много просмотров. Чем больше просмотров у канала. Тем чаще он показывает эти ролики при поиске. Ну, вот, что касается видео. Типовое видео с канала интро у вас есть. Но оно, ну, как по мне, так слишком затянуто. Что такое интро? Интро... Это ваш флаг. Оно красивое. Оно такое. Интересное. Оно снято качественно. Но оно слишком длинное. Прямо слишком длинное. Его нужно ли просто ускорить и сделать более динамичным? Просто, может быть, ускорить и сделать покороче. То есть, вот у вас 30 секунд интро. Интро обычно там 3-4 секунды. Ну, до 10 секунд максимум. То есть, вот вы, если его на ускоренную поставите, сделаете его 10 секунд, то это будет динамично, это будет интересно, это будет хорошо. Сейчас просто немножко затянутое. Вот, если так... Ну, вот вы посмотрите заставку там. 20-й век, Фокс. Посмотрите там Мосфильм заставку. То есть, никто по 30 не делает секунд заставки. Интро это бренд. Вот. И, соответственно, это оно должно быть и в стиле как-то ваше оформление. Ну, вот в конце, конечно, там вот есть у вас... Ну, заставочка вот эта вот. Ну, все-таки это не Книжный Петербург, это Книжный Маяк. Ну, тем не менее, наверное, это у вас середина брендов. Поэтому, вот подумайте над этом моменте, потому что, ну, слишком длинно. Следующий момент настройки ваших роликов, это подсказки. Ну, так я смотрю, подсказок у вас особо-то не настроен. Ну, сейчас это уже не так актуально, как было раньше. Но, тем не менее, когда вот здесь всплывают подсказки, то это хорошо. В них вы рекламируете другие свои ролики. Закрывающие окна. Я думаю, что такой маяк должен светить в северной столице, потому что книга, это все-таки главный друг человек. Вот, концовка хорошая у вас, но, тем не менее, подсказки у вас не настроены. И YouTube, соответственно, понимает, что раз вам не нужно самим подсказывать зрителям, какие следующие ролики ему смотреть, то и вот здесь вот у вас вечерний Урган, Веселов Николай, ночной контакт и прочее, и прочее, и прочее, только не Петербургский, не Книжный Петербург. А здесь вот должны быть именно ваши ролики в Книжный Петербург. Почему это происходит? Смотрите, теги видео нет тега, теги канала нет тега. Не за что YouTube ухватиться, то есть он понимает, что ваш канал не настройся. Это заголовок есть, теги нет, крестик стоит, описание коротко, подсказок нет, конечных заставок нет, на Facebook никто не поделился. Все. SEO 0 из 100, оценка 23 из 100, ну, то есть это вообще ни о чем. Рекомендации. Предложение от автора, количество видео в секции, следующий от канала создателя, 2 из 20. это очень-очень-очень-очень все печально. Почему происходит? Вот здесь нету ваших видео, хотя должны быть. Потому что в названии видео вы не пишите название вашего канала. Если в каждом ролике вы напишите название вашего канала, Дмитрий Быков, творческая встреча, на канале Книжный Петербург, или просто Книжный Петербург поставить. Все. Тогда, когда вы напишите это во всех роликах, во всех, без исключения, в старых, в новых будете писать, то тогда вот здесь 5-6 роликов будут ваши. Конечно, здесь будут и другие, но, тем не менее, здесь появятся ваши ролики. То есть, в рекомендованных. И они также начнут появляться и на других каналах, вот как сейчас у вас появляются чужие ролики. Вот это бесплатный способ продвижения ваших роликов. Вы его тоже не используете. Соответственно, YouTube это понимает, и он понимает, что вы сами не занимаетесь продвижением своего канала, и зачем его продвигать, если вы сами не интересуетесь продвижением бесплатными, теми инструментами, которые вам дает YouTube. Названия составлены неплохо, Дмитрий Быков, творческая встреча, но все-таки они должны быть более развернуты, и там должно быть больше ключевых слов, которые бы совпадали и с вашим каналом, и с теми запросами людей, которые ищут, что они ищут, о творчестве Дмитрия Быкова, например, если брать именно этот ролик, ну и также по остальным. Использование ключевых слов в названии помогает не только зрителям, но и полезно для продвижения видео. Главная ошибка многих ютуберов, и ваша в том числе, заключается в том, что вы сначала снимаете видео, а потом думаете, как его назвать, и какое дать ему описание, какие ключевые слова придумать. Ну, в вашем случае, вы вообще никаких ключевых слов не пишете, поэтому здесь вообще все плохо. Популярные каналы делают все в точности наоборот. Они сначала тестируют популярные запросы, узнают, что больше всего ищет зритель, потом под эти популярные запросы составляют тематический план, подгоняя название под эти ключевые запросы, и потом пишут сценарий ролика, который потом идет в описании, и только потом снимают сам ролик, который уже заведомо ищет зритель. Только с таким системным подходом вы сможете добиться популярности в ютубе. Та стратегия, которая у вас сейчас, она, конечно, заработает лет через пять. Поэтому она сейчас вообще неэффективна. Все-таки ваша тематика, она актуальна не для всех зрителей. Поэтому ожидать, что вот вы интересный ролик сняли, полезный, нужный, его никто не увидит, его никто не найдет. Потому что здесь платформа, на которой все-таки больше развлекательного контента, либо образовательного контента. Как забить гвоздь, или сломать себе палец молотком, не пробить. Такие запросы гораздо больше, чем где взять книгу Дмитрия Быкова. По описанию давайте посмотрим. На этом же ролике давайте посмотрим описание. ЧПХ или человеку положено хотеть. С писателем Дмитрием Быком обсудим поиск Льва Толстого, Крайцерова соната, и попытаемся выяснить, есть ли место музыки в отношениях мужчины и женщины. Вот. Тема отношений мужчины и женщины все-таки популярна на Ютубе. И здесь можно было бы ключевые слова подобрать под это все дело и поработать над описанием. Ну вот, например, ЧПХ. Что такое ЧПХ? Давайте посмотрим. Забьем здесь в поиске ЧПХ. Ленинград, ЧПХ. 140 миллионов просмотров. Ленинград, ЧПХ. 25 тысяч просмотров. Ленинград, ЗОЖ. ЧПХ, пародия, даже челябинский. Ну, само по себе ЧПХ слово, видимо, популярное. Хайпуют на этом. Ну, что оно обозначает, я не знаю. То есть ничего с книгами здесь не связано и вашего ролика здесь, ну, просто нет. Наверное, если это группа Ленинград, то, наверное, это что-то матершинное. Ленинград, ЧПХ. Это, наверное, какой-то все-таки песня ЧПХ. Ну, вот надо это тестировать, надо это знать и смотреть, и, соответственно, делать описание. Здесь, в общем-то, у вас описание никакое. То есть результат. Описание у вас составлено очень плохо. В них нет совпадений с ключевыми словами, потому что, ну, ключевых слов нет. А это значит, что поисковый робот игнорирует ваш ролик на поиске как на соответствующее описание. Давайте разберем все-таки не на букву, а на тот ролик, который вы хотели разобрать. Все то же самое, я думаю. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Название. Утро со смыслом творческой беседы с Михаилом Биллером. Давайте возьмем ключевой запрос Утро со смыслом. То есть вот вы придумали название Утро со смыслом. Вроде оно все соответствует, все правильно. А что YouTube покажет людям? Таким запросом. Что люди ожидают увидеть? Ну, вот здесь у вас на первом странице. Здесь уже можно брать его как ключевой запрос. То есть если люди будут искать Утро со смыслом, то ваш ролик выйдет в первую очередь. То есть нету таких по популярности. То есть здесь есть Мое утро, есть смысл жизни, они вставают по утрам. Ну, вот Утро со смыслом. 22 просмотра тоже есть. То есть это не популярный запрос. То есть раз выходят ролики с нулявым просмотром 28, то это запрос не популярный. Поэтому вы здесь в этом сегменте на первом месте. Но ищут ли люди такой запрос? Вот здесь в чем смысл жизни? 2,9 тысяч просмотров. Смысл жизни не ищут. А Утро со смыслом не ищут. Михаил Вейлер давайте забьем. Ну, вот 205 тысяч подписчиков. Конечно, здесь он будет смысл жизни. Видите, у него уже совсем другое название. И, соответственно, у него и просмотров, потому что он подписчик, человек популярный. Конечно, у него и соответственно будут и просмотры. Но у него видите, и у него и сделаны кстати грамотно если мы посмотрим на значки, вы видите его портрет. То есть он уже сам как бренд узнаваемый человек. 50% занимает картинки. И название коротко, понятно, читабельно. Путин Байнерл 1.0 Все. Здесь идет встреча. Ешьте, кто победил, кто не победил, он вам расскажет. То есть сразу все понятно. Очень контрастный фон по отношению к тексту, по отношению к портрету. Либо это красный, либо это темный. Но по крайней мере это все очень смотрится читабельно. Учитесь делать такие же значки, которые будут понятны зрителю и которые будут коротко и ясно. То есть 10-20% должно занимать текст, но он должен быть читабельным. Он быть коротким, понятным, чтобы вот глянул на картинку и сразу все. есть. нет мелкого текста. Видите? Если кто не знает, то можно написать, что это виллер. Дальше смотрим. Ну, по названию разобрались. То есть ключевых слов нету. Нет. Видео нету канала тегов. Поэтому все те же самые ошибки. Оценка 0. То вы хотите, чтобы YouTube показывал ваш ролик, чтобы у вас были просмотры, если настройка нулевая. Никогда этого не будет. Давайте посмотрим описание. Творческая беседа с Михаилом Билером, писателем-журналистом, членом российского ПМ-центра International Big History. Российского философского автора, пессутилиров легенды Невского проспекта, приключения майора Звягина, перпендикуляр, хочу быть дворником. Ну вот здесь в принципе написано маловато, конечно, но тем не менее описание есть, но если бы вы это все связали с ключевыми словами, то может быть где-то когда-то кто-то бы и нашел ваш ролик. А так ключевых слов, даже если запрос такой пинг-центр или там легенды Невского проспекта, если не берут, то навряд ли выйдут на ваш ролик. Давайте посмотрим. Вот опять Союз аудиокниги Хилл Веллер Легенда Невского проспекта. Популярные каналы выходят. Хилл Веллер Мобилейный 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 концерт Мобилейный Народная Библиотека Вашего нету, потому что нету у вас тегов. Не зацепиться робот, он не видит видео, он видит название. Если у вас нигде нету тегов с таким, то ваш ролик никогда здесь не появится в поиске. Настраивайте ролики, чтобы, если хотите, чтобы они в поиске появлялись. Я не думаю, что это очень популярный запрос Легенды Невского проспекта, но тем не менее, тем не менее, ролики набирают просмотры с таким названием. Ну, вот то, что хотелось по вашему ролику сказать. Все остальное качество там, звука, изображение. Вот 720 от камеры зависит похуже. Изображение, конечно, не очень хорошее, но тем не менее, можно было бы. Человек интересный, экспрессивный, можно было бы, конечно, на этом ролике сыграть, но поскольку он у вас не настроен, не очень значок такой, как бы, приведите в порядок, сделайте ярким, простым, читабельным, чтобы на поиске его было видно, чтобы он захватывал зрителя, и тогда у вас сменится, конечно. Но это надо со всеми роликами делать, не только с этим роликом. Следующие плейлисты. Плейлисты у вас есть, но в них очень мало роликов. И в них нету описания, видите, у плейлиста 4 просмотра всего. Последний раз обновлен 2 июля 2020 года. Вы понимаете, что YouTube это вам выдает эту информацию, он вам показывает, что вы уже год не заходили в этот плейлист, он вам не интересен, вы его не развиваете, вы его не наполняете, поэтому и нет популярности, поэтому и нет, потому что вы сами не занимаетесь своим, ни описания нет, которое бы совпадало с тегами канала, с тегами видео, которые в плейлисте, ничего нет, настройка нулевая, поэтому просмотров всего 4. Значит, смотрите, раз у вас нет описания плейлиста, значит нет совпадений на поиски по ключевым словам, которых у вас тоже нет. YouTube выдает на поиски в первых рядах плейлисты, в которых более 300 видео. Это просто отличный бесплатный способ продвигать видео, но вы его не используете тоже. Причем в плейлисте не обязательно должны быть ваши видео. Это могут быть любые популярные ролики из других каналов, но в начале плейлиста всегда должны стоять ваши ролики и уже потом чужие. И тогда зритель, включив плейлист, рекомендованный YouTube, увидит ваши ролики стоящие в начале плейлиста и они начнут набирать у вас просмотры. Сейчас без описаний с малым количеством роликов ваши плейлисты совсем не работают от того, что они у вас есть. Толку от этого абсолютный ноль. У вас их нет даже на главной странице. И дальше пойдем посмотрим сообщество. Автор канала не оставил ни одной записи. Как вы считаете, это нормально? Что должен YouTube подумать о таком канале, на котором автор ничего не пишет для своих подписчиков, для своих зрителей? то есть вот это тоже чат, который создан, YouTube дает для того, чтобы вы общались со своими подписчиками, его не используют. у вас больше тысячи подписчиков, у вас появилась вкладка сообщества, но она вам не интересна. Это говорит о том, что вы не интересуетесь своими подписчиками, вы не информируете своих новшествах, которые происходят на вашей канале, вы не обсуждаете ролики с ними, поэтому вы пассивный член YouTube для самого платформы. Каналы, здесь нет ссылок на другие каналы, то есть это тоже сигнал YouTube о том, что вы здесь на YouTube не живете, не интересуетесь каналами своих конкурентов, своей нишей, вообще не интересуетесь, то есть вас нет на YouTube, поэтому и ваш канал YouTube не интересен. Посмотрим о канале. Описание нет, платформа книжников и читателей. Что, что, почему, где, как. Описание плохое, описание канала зрителей никогда не читают, оно важно для поисковых роботов, которые по ключевым словам в нем определяют направленность канала и выдают его на вашу целевую аудиторию. Поскольку у вас нет совпадений по ключевым словам, то и нет целевой аудитории, прежде чем составлять описание. Определите вашу целевую аудиторию, изучите ее интересы, подпишитесь на каналы, которые она смотрит, и тогда составляйте ключевые слова и описания. В этом вам поможет учебник приложения каудит ссылки. Ну, у вас одна ссылка есть, но нет ссылок на соцсети. Сайт у вас хороший. Вот, кстати, шапка сайта у вас тоже она как бы в таком стиле, как у вас. Шапка канала это очень хорошо. Но вот нету этих голубых квадратов и лучше. Так что, если вы там на канале тоже уберете эти квадраты голубые, будет более читабельно смотреться и цельно композиционно. Вот, но поскольку YouTube это социальная сеть, и вот здесь видите, у вас в шапке канала присутствует ссылочка раз она у вас здесь есть. Если вы здесь в социальных сетях себе создадите и будете вести социальные блоки ВКонтакте, Фейсбуке, то это будет Твиттере, то это будет понятно YouTube как в социальной сети, что вы активны в социальных сетях ведете жизнь, и вы интересны людям. Пока у вас этого ничего нету. Давайте посмотрим, что у нас по аналитике. Ну, вот, за последние даже 30 дней у вас просмотры идут вниз. Почему? Потому, что вы не занимаетесь настройкой продвижения сетях, вы опубликовали и думаете, ну, вот сейчас такой интересный у меня ролик, такие интересные люди, за счет их популярности вы думаете, что ваш канал пойдет вверх? Нет. Этого происходить никогда не будет. Вам нужно заниматься каналом, вам нужно настраивать каждый ролик, вам нужно изучать запросы популярные в интернете, интересоваться тем, чем интересуются ваши зрители, ходить на те каналы, которые они уже смотрят, там светиться, писать комментарии и таким образом обсуждая другие каналы, другие ролики, вы сможете привлечь зрителей и на ваш канал. Если остались у вас вопросы по аудиту канала, пожалуйста, пишите, я вам отвечу. Всего доброго, спасибо. Спасибо.